А у нас еще один видеогайд, который посвящен карте D-Nuke. Я, собственно, обещал, что будут некоторые фишки. Nuke всегда славился тем, что здесь была быстрая перетяжка. Опять же, как в Counter-Strike 1.6, как в Global Offensive, так и на новой версии Nuka тоже довольно быстро можно перетягиваться из одной точки и в другую. Что это дает? Это дает понимание того, что мы можем выбивать тот или иной плент. Причем хорошего выбивания в CSGO на самом деле нет ни на одной, наверное, карте. То есть здесь, ну, если вы возьмете, опять же, там, Инферно, уже бывшая, да, если возьмете все другие карты, то, в принципе, все сводилось к тому, что стандарт там два человека на точке B, три человека на точке A и так далее. Иногда Мираж, наверное, выбивался там с Хелпы и с Дельпана. На Nuke же, в принципе, под грамотные флешки, наверное, сделать это будет проще всего, потому что здесь очень быстро можно или поджать спину, здесь можно находиться в вентиляции, здесь можно под флешки ворваться из пристройки. Ну, давайте по порядку. Зачем это вообще нужно? Зачем отдавать Аплэн? Когда вы отдаете какую-либо точку, значит, вы делаете упор на другой. Логично? Логично. На новом Nuke, я уверен, наверняка будут пытаться постоянно проходить по улице, потому что улицу сейчас здесь проходить будет довольно просто, то есть здесь легко и просто можно залазить теперь на скалу, здесь можно перепрыгивать на пристройку и идти дальше по парапету, здесь можно отсекать классно с маками вот эти вот области и делать себе пространство для того, чтобы проходить вниз. Соответственно, эти все позиции игроки защиты должны укрепить, но если вы укрепляете эти позиции, тогда вы оставляете, например, Аплэнт неприкрытым. Итак, давайте рассмотрим модель дефенса, когда на А остается всего лишь один человек, и этот один человек может занять очень интересную позицию. Кстати, здесь мы будем пользоваться фишками нового Nuke, можно залезть в вентиль и можно закрыть вот эти ставни, жалюзи. И, соответственно, вы вылазите, смотрите, закрываете. Сидите, сидите, сидите. Открыли, закрыли. И вот так вот мониторите Плэнт А. Зачем это надо? Это нужно для того, чтобы не палиться, это нужно для того, чтобы хотя бы что-то понимать о Плэнте. Но опять же, это все экспериментально, то есть можно и нет позиции занимать, можно, например, быть в девятке, банально в курятнике. Но есть одна проблема. Эту позицию можно прошить. То есть террористы могут здесь находиться, например, и просто вшивать вот эту точку. И, соответственно, вы можете получить очень много дэмэджа. Поэтому здесь нужно играть очень-очень аккуратно. То есть, по сути, где-нибудь вот здесь ходить, 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 потом аккуратно прочекать, понять, что вас не шьют, посмотреть и назад уйти. Просто здесь стоять бесполезно, потому что вас, ну, рано или поздно действительно прострелят. Дальше. Один снайпер может находиться вот на этом ящике подсажен. Вот отсюда все прекрасно видно. Причем, если смоки упадут возле красного, вы тоже сможете видеть. Также вы можете здесь... Ну, вообще, вот просто бегать по этой области с АВП и принимать. Один человек на рампах просто контролит эту точку. И один человек, друзья, у нас занимает также длинный. То есть, играет, ну, например, через рампы. Через рампы побежал вот сюда, разбил окошко, перепрыгнул и пошел в длинный. И, соответственно, просто играет здесь на инфу, на чек и на флешки своих тиммейтов. Когда вы здесь готовы, например, и вы получили инфу, что где-то за красным чувак, то вы можете просить тиммейтов откидывать флешки того же снайпера. И, соответственно, вот такие вот флешечки. И под них вы работаете. Убиваете красный, убиваете скалу и выживаете. Поэтому с улицей вообще никаких проблем не должно быть. Потому что у нас, по сути, улицу принимает 3-4 человека. АВП раз. Вы два. Человек, который играет, нет, не на чек. А еще один. Я забыл еще одно. Пятом. То есть, по сути, у нас же 5 точек, 5 позиций. Рампы. 3 делают упор на улице. И один человек играет на чек на А. То есть, можно здесь и прятаться, например, где-нибудь за этим ящиком. Просто крысить и ждать своего, например. Вот такую банальную точку занять. Потому что снайперу нужно в любом случае помогать. Потому что снайпер не справится, когда его будут атаковать здесь с всех сторон. Плюс гранаты. Поэтому можно банально находиться вот здесь за красным. И просто принимать выход террористов. Соответственно, если ваш тиммейт дает информацию, что это А, друзья. То снайпер уходит на КТ-базу поглубже, достает флешки. Флешки главное не тратить. Ну, хотя бы одну, чтобы она была. И вот такую вот флешку просто кидает. Под эту флешку вылазит чувак, который играл в трубе на чек. И под эту флешку врывается, естественно, человек с улицы. Плюс он откидывает тоже еще свою флешечку. И синхронно, одновременно под кучу-кучу гранат, вы вместе выбиваете плент А из пристройки из девятки. Не забудьте кинуть смок в дверь. Это очень важный смок. Этот смок перекроет окно, этот смок перекроет двери. Именно отсюда точно пойдут террористы, когда они будут оборонять бомбу. Также было бы желательно, если бы у вас был смок на бомбу. Тогда вы 100% скорее всего задефузите пакет. Но есть особенности. Террористы могут шить бомбу, террористы имеют свои какие-то тоже заготовки. Но суть этого раунда в том, что вы принимаете улицу и вы выбиваете под минимальную флешку. Эта флешка, она очень хорошая. Она вылетает моментально на плент, и она полностью слепит здесь всевозможные позиции. Единственное, кого она не слепит, это, возможно, вот такая вот точка. Но, опять же, кажется мне, что если флешка взорвется где-то на этом уровне, то этот человек тоже ослепит. Но не забудьте проверить эту точку. Опять же, отсюда, когда заходите, кидаете смок. Дальше летит флешка, и можно отсюда сразу проверять именно это. То есть очень важно в команде распределить роли при выбивании. С вами был Арсений и Сеня Треноженко. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok